Еще раз всех приветствую. Меня зовут Евгения, я представляю фонд имени Миклуха Маклая. Рада всех приветствовать на онлайн конференции в рамках международного проекта «Маяк. Российские достижения», который сегодня соединит Россию и Сингапур. Обращаю внимание, что на конференции доступен синхронный перевод с русского на английский и наоборот. Выбрать язык можно на панели внизу. Также подсказки есть в чате. А сейчас хотел бы представить модератора конференции. Это Николай Николаевич Миклуха Маклая, основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института Востоковедения Российской Академии Наук, президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона. Николай Николаевич, передаю вам слово. Друзья, добрый день. Очень приятно, что мы сегодня собрались и благодаря конференции объединили действительно много городов и стран, потому что в ходе конференции к нам еще будут подключаться. Я хочу в первую очередь представить наших коллег, благодаря которым эта конференция вся происходит, наших спикеров. Пожалуйста, когда я сейчас буду вас объявлять, вы поднимайте руку, а потом я немножечко уже представлю проект, чтобы мы все друг друга увидели визуально. И в первую очередь я хочу представить первого секретаря посольства, Будник Анастасия. Далее у нас после приветственного слова будет региональный руководитель Российско-Сингапурского делового совета в Сингапуре Винни Тео. Здесь, да. Бизнес-стратег, лектор Чо Чжаньхун. Директор Российско-Культурного центра в Республике Сингапуре и представительство Россотрудничества в Сингапуре. Это Соловьев Александр Сергеевич. Пожалуйста. Пронин Сергей Евгеньевич, кандидат технических наук и заместитель председателя Российско-Сингапурского делового совета при ТПП РФ. Оставья Екатерина Михайловна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, ученый-секретарь Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане, Института Востоковедения Российской Академии наук и исполнительный директор Ассоциации исследователей Южно-Океанского региона. Анна Евгеньевна Володькина, заведующая сектором привлечения иностранных студентов Дальневосточного федерального университета, ДВФУ. Елена Владимировна Денисенко, доцент кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования, кандидат архитектуры, заместитель директора по развитию Института дизайна и пространственных искусств Казанский федеральный университет. Пожалуйста, тоже с нами. Эльза Эльдаровна Баширова также представляет Казанский университет. Это директор учебного центра школы искусств для детей, уже старший преподаватель кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования Института дизайна и пространственных искусств Казанский университет представлен у нас с тремя представителями. И Гиз Муноверович Резендинов, исполняющий заместитель директора Института дизайна и пространственных искусств по социальной и воспитательной работе, также представляет Казанский университет. Они вместе с нами. Оксана Викторовна, подсылан начальник отдела рекрутинга иностранных студентов Томского государственного университета. Узнаем мы о Томске, как сегодня можно учиться и преуспевать. И специалист в Центре международного студенческой мобильности рекрутинга Уральского федерального университета Сергей Александрович Зарянский, также вместе с нами. И представляю также Софию Евгеньевну Поле, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане, Института Востоковедения Российской Академии Наук и ученый-секретарь Ассоциации, исследователь Южно-Университетского региона. Сегодня вместе с нами будет давать очень интересный доклад, комментарий. Егор Михайлович Осипов, доктор социологических наук, профессор кафедры социологии управления факультета государственного управления Московского государственного университета имени Ломоносова. Сегодня вот в такой кампании мы собрались. Я благодарю каждого, потому что каждый в той или иной степени, благодаря общим усилиям мы проводим и начинаем эту конференцию. Я должен вам два слова представить все-таки проект, как он зарождался и каким образом он работает. Потому что маяк российских достижений – это действительно маяк ориентир на те достижения, которые были сделаны за последние 20 лет. Не 20, а за последнее время, может быть, чуть больше 20 лет. Мы выбирали именно те достижения, которые признаны во всем мире, которые действительно используются, которые на данный момент интересны и в которых интересно сотрудничать. Все эти достижения абсолютно в различных сферах. И представили мы это в такой форме, чтобы это было доступно и интересно молодежи, доступно и интересно любому человеку, который, в принципе, хотел бы окунуться и посмотреть, в каких сферах Россия сильна и в каких сферах действительно есть серьезные успехи. При этом мы не ограничиваемся только 15 достижениями. Есть возможность, благодаря тому, что мы ознакомимся с этим, сотрудничать и по другим направлениям. Именно сайт мы сделали таким образом, чтобы это было как экспедиция, как путешествие. Если вы знаете, даже за мной баннер, что мы как фонд поддержим экспедиции научные исследования. Но не можем мы без экспедиции даже в режиме онлайн. Поэтому мы назвали, что это экспедиция путешествия по российским достижениям. Все путешествуют по-разному. Раньше мы собирали рюкзаки, покупали билеты, отправлялись в путешествие каким-то другим способом. А сейчас мы путешествуем при помощи мышки, передвигая скрин тем самым от одного достижения к другому. Может быть, конечно, это улыбает, но действительно, благодаря этому мы сможем окунуться в мир интересных открытий. Это позволяет нам действительно узнать сферы, как я сказал, в которых можно сотрудничать. Ну и краткое описание об этом. Плюс еще видео с подтетровкой на английском языке дает возможность, конечно же, быть представленным проектом во многих странах. Именно поэтому это очень удобно. Ну и благодаря этому проекту мы, конечно же, здесь собрались, потому что, Евгений, если вы покажете мне два слова презентацию, поможете, да, и мы перелистнем несколько слайдов, то мы поймем, что благодаря этому проекту, можно даже следующий слайд, слайд, конечно же, мы должны понимать, что хорошее образование, хорошее окружение дает возможность нам, получая хорошее образование и широкий кругозор, дает возможность нам подумать и об открытиях, о которых мы говорим на сайте. Можно следующий слайд также. Это у нас об образовании, вот здесь вот немножечко то, что я упомянул. И следующее у нас вот как раз на сайте размещено возможность узнать о том, как представлена Академия наук, каким образом можно изучить русский язык, потому что мы разбиваем мифы по поводу трудности изучения русского языка. По-настоящему, безусловно, в общении можно очень легко выучить русский язык, особенно благодаря тем партнерам, которые у нас есть, в основном образовательным учреждениям, которые имеют превосходнейший опыт в том, чтобы подготавливать иностранных студентов. Поэтому сегодняшняя конференция в большей степени дает возможность для наших иностранных гостей узнать о возможности обучения в России, обучения русскому языку. Ну и немаловажно то, что дает возможность именно закрепить и наладить научные связи, закрепить и узнать, в каких сферах мы можем быть интересны в области бизнеса. Потому что все это в итоге тоже складывается и дает важный момент в плане развития экономических отношений и связей. И перед тем, как я представлю, конечно же, представителей посольства, я бы хотел два слова упомянуть еще о Миклухамаклае. Именно фонд имени Миклухамаклае имеет давние связи, Россия имеет давние связи с Сингапуром благодаря Миклухамаклае. Я не буду рассказывать очень долгую историю, но очень интересную историю. По итогу его второй экспедиции, Миклухамаклае, как мы помним, был известен благодаря большому количеству исследовательской работы по всему миру. В Юго-Восточной Азии он посетил более 150 точек, которых очень подробно описал. Он в этом плане выдающийся, конечно, деятель с большим количеством материала, который оставил для потомков. Но интересный факт, что, во-первых, он был известен и стал известен благодаря своей экспедиции на остров Новая Гвинея, где он разбил и развенчал те домыслы о том, что существуют промежуточные расы. Его идеологическое наследие о равенстве рас и народов, оно сейчас актуально и в наши дни, безусловно. И вот Миклухамаклае после своей второй экспедиции отправился в Сингапур. Корабль его доставил в очень плохом состоянии, он некоторое время провел в Сингапуре. Встречался с политической элитой и позволил, благодаря даже российскому консулу, он был не россиянин, а этнически из Китая, но проживал в Сингапуре. Некоторое время провести вместе с ними при его поддержке. И вот когда он совсем плохо себя чувствовал, он думал уже, что на грани смерти, он взял свои дневники, оставил и отправил посыльного в Сингапурский банк, для того, чтобы эти дневники остались там. Через некоторое время он возвращался в Сингапур, чтобы узнать об этом. Но до сих пор это осталось тайной. И вот эта тайна, может быть, когда-то будет открыта, может быть, в каком-то из банков эти дневники Миклухомаклая, которые были в конце 19 века оставлены, откроет нам еще одно открытие. Но такой факт был. И, конечно же, если обращаться к истории Миклухомаклая, истории связей, об этом можно много говорить. Но я бы хотел передать слово представителю посольства. Это Анастасия Будник, которая сегодня откроет нашу конференцию. Я искренне благодарен, что вы нашли для этого время. Добрый день всем. Я бы хотела поблагодарить за приглашение принять участие в сегодняшней онлайн-конференции. И отрадено и приветствовать всех участников сегодняшнего мероприятия. Отрадно, что такой онлайн-формат позволяет привлекать и сингапурскую публику, что, несомненно, позволяет познакомить наших сингапурских партнеров с последними достижениями отечественной науки. И что будет, безусловно, способствовать дальнейшему сближению наших стран и народов. Я бы хотела, кратко, не занимая много вашего времени, остановиться на основных веках двустороннего взаимодействия и отметить, что в 2018 году наши страны отмечали 50-летие двухсторонних отношений. И кульминацией этого золотого юбилея стал визит в Сингапур президента Российской Федерации. И также хочется здесь отметить, что важную роль в укреплении монетарных связей России-Сингапура играет реализация проекта по строительству в Сингапуре российского культурного центра. Между прочим, соглашение, которое было построено, заключено еще в 2015 году. И в настоящее время представителям Россотрудничества Александром Соловьевым ведется активная работа по реализации этого уникального проекта, о чем Александр вам сам подробнее расскажет. И хотелось бы пожелать плодотворных дискуссий и дальнейших успехов в проекту «Манят российских достижений». Спасибо. Спасибо вам большое. Большое спасибо и за поддержку, и за возможность действительно сотрудничать. Я хочу представить наших следующих спикеров. Региональный руководитель Российско-Сингапурского делового совета в Сингапуре Винни Тео. Пожалуйста, вам слово. Утро у нас сейчас уже день. Спасибо большое за возможность представить нас сегодня. Я Винни Тео, директор Private Limited сингапурской компании. У нас есть постоянные выставки в Центре инфраструктуры, цифровой инфраструктуры в Сингапуре. Мы занимаемся продвижением хай-тек технологий и также занимаемся инвестиционными проектами. На протяжении пандемии мы поняли, что очень важно, чтобы компании оставались конкурентоспособными. Индустрия стремится улучшить показатели. Бизнес-модели и многие компании, включая мою компанию, переходят сейчас на цифровые технологии, передовые технологии, интранет. Все это становится все более важным. Интернет теперь не ограничен лишь обменом информацией. Это также платформа, где можно продавать и покупать продукты. Это электронная коммерция, которая достигла своего пика во время пандемии COVID-19. Электронная коммерция теперь касается всех людей всех возрастов. Онлайн-шоппинг стал популярен, и это из-за этим будущее. Мы предоставляем программы обучения по электронной коммерции. Мы взаимодействуем с инверситетами из России, из Сингапура, из Малайзии, из других стран, из юго-восточных стран. Мы предоставляем обучающие программы по технологиям производства, в том числе. Как известно, сейчас технологии – это то, что востребовано во всем мире. Мы также сотрудничаем с аэрокосмической областью для того, чтобы получить необходимые прототипы и участвовать в проведении ремонтных работ. Все эти стратегии мы также переносим в формат онлайн. Это удобная платформа для наших потребителей. Все это направлено на удобство и эффективность. И инженерный центр в Сингапуре, который мы создали в 2021 году, это также очень важная платформа, которая способствует интеграции. И мы считаем, что интеграция всех технологий позволит миру найти самые лучшие решения для бизнеса. Это кратко о достижении нашей компании до настоящего времени. Спасибо большое за предоставленное время для выступления. Спасибо вам. И я перехожу к следующему спикеру по нашему плану. Бизнес-стратег и лектор нам очень повезло. Сегодня выступает Десмон Чоу-Джань-Хун. Поблагодарить вас за приглашение выступить на этой замечательной конференции. Я лично обожаю Россию. Я фанат президента Путина и России. И надеюсь, что когда-нибудь я смогу приехать в Россию и лично встретиться с Путиным. Я хочу немного рассказать о Сингапуре и о России. Я думаю, это прекрасная платформа для сотрудничества обеих стран. Нам всем известно, что Россия – одна из сильнейших стран в Европе. Сингапур – это наиболее политически стабильная страна и развивающаяся страна в Азии. Сегодня я хотел бы кратко рассказать о наших индустриях, почему для Сингапура и России сейчас есть все возможности для сотрудничества. Сингапур – очень интересная, с демографической точки зрения, страна. В Сингапуре история не очень продолжительная, но наши предки из всех регионов Азии, из Китая, из Малайзии, Индонезии – это целый спектр наших корней. Наша демография означает, что мы все живем в мире, мы прекрасно понимаем культуры друг друга, и поэтому Сингапур – культурно разнообразная и богатая страна. И самое важное, Сингапур – одна из наиболее быстро развивающихся современных стран в Азии. Именно поэтому я считаю, что если Россия или российский бизнес, компания, захочет выйти на азиатский рынок, на рынок Сингапура, конечно, Сингапур должен быть первой остановкой. Почему? Экономическая стабильность. Мы все знаем, что Сингапур – одна из крупнейших экономических сил в Азии. Второе – наша политическая стабильность. Когда люди говорят о Сингапуре, мы все известны тем, что Сингапур – это безопасная страна. У нас нет политической коррупции, поэтому для любой российской компании работать в Сингапуре – это выгодно. И третье – у нас есть технологии, которые позволяют поддержать все основные направления бизнеса в России и также выйти на рынок других стран Азии. Поэтому Сингапур – это должна страна стать первой остановкой любой для любой российской компании. Второе. Я также хотел бы рассказать об образовании. По образованию я преподаю в одном из университетов Сингапура, и я бизнесмен. Я думаю, для следующего поколения очень важно установить крепкие отношения между Россией и Сингапуром. И нужно начинать уже со следующего поколения. Что можно сделать? Это необходим культурный обмен между студентами, где российские и сингапурские студенты могут учиться по программам обмена. Сингапур очень интересуется российской культурой, и я уверен, что российским студентам тоже будет отрадно пожить в современных городах Сингапура. Поэтому я думаю, что это было бы очень интересно. И третье. Сингапур – это образовательный хаб, это технологический хаб. И мы можем оказать поддержку любому российскому бизнесу и любым российским студентам или просто российским гражданам, которые планируют приехать в Сингапур, чтобы обучаться, работать или просто жить. Сингапур – очень дружелюбная страна. И мы всегда рады россиянам, которые к нам приезжают. Мы будем рады с вами сотрудничать. И опять же, я очень благодарен за возможность сегодня принять участие в этой сессии. Спасибо. Спасибо вам большое. И, конечно же, большой плюс, что мы сейчас вас увидели. Теперь, я думаю, что вас завалят различными вопросами по итогу, и поэтому ваши контакты, если позволите, мы дадим для того, чтобы можно было действительно реально как-то взаимодействовать, не просто заявлять. Я уверен, что это будет очень интересно. И я хотел бы представить, сегодня нам очень повезло, кандидат технических наук, заместитель председателя Российско-Сингапурского делового совета при торгово-промышленной палате Российской Федерации, Пронин Сергей Евгеньевич. Пожалуйста, вам слово. Добрый день. Хочу поприветствовать уважаемых коллег из Сингапура. Мы сейчас находимся в центре зарубежного продвижения российских технологических компаний в Сингапуре. Винния ТЭО представила, соответственно, работу и основные направления, соответственно, центра. Я хочу рассказать, соответственно, всю идею и всю стратегию развития, соответственно, нашего реализации, нашего проекта. Российский Сингапурский деловой совет создан в 2009 году от инициативы Евгения Максимовича Примакова создания региональных советов. И с 2009 года мы, соответственно, присутствуем в регионе, рассматривая Сингапур как одну из наиболее интересных перспективных площадок для развития торговли между странами региона. Мы имеем в виду регион Ассиана, мы имеем в виду Азиатско-Сихиянский регион и странами Евразийского экономического союза. В первую очередь мы рассматриваем преимущества. Одно из ключевых преимуществ – это, соответственно, нейтралитет Сингапура, это инновационность экономики, это и стратегическое, географическое положение, соответственно, это участие в различного рода экономических союзах, соответственно, что позволяет развивать торговлю, способствовать развитию международной торговли. В нашем проекте мы рассматриваем два базовых формата представления российских компаний, представления российских промышленных компаний. Это физический формат присутствия и цифровой формат присутствия. В части цифрового представления мы с 2015 года активно развиваем электронную платформу, которая на сегодняшний момент является, наверное, одной из самых крупных в части представления промышленных компаний. Компания представляет на сегодняшний момент более 90 тысяч производителей, более 600 поставщиков услуг и представлено в 26 странах. Интересный ресурс, мы его развиваем при поддержке российских корпораций, при поддержке торгово-промышленной палаты, и, соответственно, этот проект включен в повестку межправкомиссии России Сингапур и, соответственно, поддержан на уровне межправкомиссии. Стратегически этот проект, соответственно, имеет горизонт развития и, скажем так, задачу построения автоматизированного решения автоматизированного маркетплейса для промышленных инженерных компаний с целью создания международной отраслевой производственной кооперации. Главная задача для нас, соответственно, за счет цифрового представления и цифрового присутствия объединить ресурсы, соответственно, сформировать проектные производственные группы для того, чтобы создавать конкурентный продукт. И при этом, соответственно, мы в первую очередь ориентируемся на трансграничность и на, соответственно, мультирегиональность. Что касается физического представления, соответственно, мы понимаем, что торговля онлайн, конечно, все очень хорошо и здорово, но в любом случае, если мы говорим про промышленную и производственную кооперацию, необходимы физические контакты, необходимо физическое представление, соответственно, необходимы физические региональные центры поддержки торговли, поддержки, соответственно, поставщиков, поддержки, соответственно, продаж. Одним из таких центров стал, соответственно, Сингапурский центр, который мы открыли в 2018 году. И, соответственно, сейчас развиваем его в формате Digital Experience Center. Это цифровая выставочная площадка, пространство с представлением российских технологий, производственных компаний, инвестиционных региональных проектов. И, соответственно, площадка с 2011 года, развивающаяся как инженерно-производственный центр и, соответственно, центр коллективного пользования для решения задач уже более сложных, для решения задач создания в международной производственной инженерной кооперации конкурентного продукта, конкурентных решений. Наш центр замкнут, соответственно, на региональные производственные компании, на региональные, соответственно, инженеринговые центры. Мы взаимодействуем с университетами и, соответственно, мы представлены уже и в Малайзии, мы представлены в Китае. У нас есть партнеры технологические инженерные, партнеры в Тайване, в Корее, в Японии. Как я уже повторюсь, наша главная задача – увеличить объемы торговли, высокотехнологичные продукции за счет создания конкурентного продукта. Конкурентного продукта в условиях, соответственно, современных, в условиях жесткой конкуренции между регионами, между странами, между компаниями-корпорациями и, соответственно, в условиях тех экономических реалий, в которых мы на сегодняшний момент находимся. Понимая, что, соответственно, процесс торговли, процесс выстраивания отношений в технологических областях, промышленных областях, конечно же, связан и с необходимостью нам понимать друг друга, понимать наших партнеров, и мы уделяем достаточно серьезное внимание культурным аспектам сотрудничества. И с 2018 года активно, ежегодно проводим целый ряд мероприятий, одни из которых стали, соответственно, для нас такими знаковыми – это «Неделя российского кино». В этом году мы планируем провести уже третью неделю российского кино в Сингапуре. Она стартует 15 декабря. И мы планируем показать семь российских фильмов в физическом показе в кинотеатрах и через, соответственно, региональные цифровые платформы. В предыдущем фестивале собрали интересную аудиторию. Первый опыт 2019 года у нас были аншлаги. Мы показали пять российских фильмов. Соответственно, мы представили сингапурским зрителям известных режиссеров, актеров. И, соответственно, в данном мероприятии поимело успех. Поэтому возникла идея, соответственно, продолжать развивать эту историю. В 2020 году с учетом пандемии мы провели, соответственно, фестиваль онлайн. Но при этом, соответственно, за счет данного формата мы собрали аудиторию более 2,5 миллионов. Соответственно, это не только Сингапур, это, соответственно, страны регионов. И результат, соответственно, был действительно очень интересный. Мы рассчитываем в этом году, соответственно, представить наши фильмы. Я надеюсь, что охват будет большой. И, соответственно, российское кино позволит наших потенциальных региональных партнеров, наших друзей узнать о нас, прочувствовать нас, понять, соответственно, специфику нашу. Помимо, соответственно, недели кино мы имели опыт проведения различного рода концертов. И, соответственно, это направление мы активно продолжаем развивать. Мы очень надеемся, что в ближайшее время, соответственно, вот эти ограничения, связанные с пандемией, будут все-таки сняты и будет возможность передвижения. И, соответственно, у нас запланирована уже достаточно яркая, интересная программа для региональных наших партнеров. И, соответственно, мы приглашаем всех присоединиться и приглашаем всех к участию и в наших проектах, и к использованию той инфраструктуры, которую мы методично, упорно, соответственно, инициативно развиваем, соответственно, в регионе Юго-Восточной Азии. Спасибо большое. Спасибо большое. Евгений Евгеньевич, большое вам спасибо. Я, вы знаете, как говорят, пользуясь случаем, сразу же предложу наш фильм «Жизнь и путешествия Миклуха Маклая», тем более, что в этом году 175 лет, для возможности онлайн-просмотра безвозмездного показа. Мы готовы будем передать права. Тем более, что наш фильм сейчас уже даже рекомендован для образовательных целей. Многие школы смотрят, а помимо всего прочего, школьников, и это интересным образом было представлено на телеканале «Культура», поэтому с точки зрения именно экспертизы, качество он прошел. К сожалению, на культурном форуме, где он должен был быть представлен еще дополнительно, он, в связи с тем, что он не состоялся, он не был представлен, поэтому мы с радостью, если вы возьмете этот фильм, дадим возможность Сингапуре увидеть его на русском языке, и с нашими титрами, тем самым можно будет и русский язык услышать воочию. Это 45-минутный документальный фильм, поэтому, Евгений, скиньте как раз вот нашу ссылку, может быть, кому-то потом будет интересно. А по поводу других моментов сотрудничества, я уверен абсолютно точно, что по каждому из моментов, то, что вы сказали, есть очень серьезная и интересная возможность, в том числе и подключение ассоциаций исследователей Южно-Океанского региона, которые мы объединили и создали, с целью того, чтобы консолидация ученых, для того, чтобы именно наладить межкультурный диалог. Диалог не только в области бизнеса, а именно в области науки и культуры, с целью того, чтобы это стало основой для возможных уже постоянных контактов. Потому что не только о прибыли можно говорить, а еще и о каких-то контактах, о чем вы как раз упомянули, на чем мы как раз очень часто делаем хорошие долгосрочные отношения, когда у нас есть еще и помимо доходной части, еще и хорошая добрая память о наших проектах. Поэтому с этими всеми проектами очень рад, что вы сегодня это представили, потому что мы со своей стороны будем сотрудничать. Но образовательные учреждения сейчас себя представят, и я уверен, что в Сингапуре заинтересуется учиться и в России, учиться и русскому языку. Но перед этим мне очень приятно представить человека, с которым мы готовили эту конференцию, и достаточно много он вложил для подготовки этой конференции. Директор Российского культурного центра в Республике Сингапур, представитель Россотрудничества в Сингапуре, Александр Сергеевич Соловьев. Александр Сергеевич, вам слово. Добрый день, коллеги. Спасибо большое. И от лица Русского дома в Сингапуре позвольте поприветствовать всех участников сегодняшней конференции, посвященной как раз очень интересной теме – это достижение России в разных областях. Я так понимаю, что мы приняли эстафету от Малайзии, от Индонезии, и считаем, что это мероприятие будет интересно для научных, для образовательных организаций, ну и, естественно, для жителей Сингапура. Естественно, очень интересно узнать о возможностях Российской Федерации в сфере образования, науки и культуры. Вы отметили, что с сингапурской стороны мы приложили некое усилие. Мне хотелось бы, конечно, отдельно поблагодарить это и Анастасию Андреевну, и Сергея Евгеньевича, Анастасия Андреевна, представителя посольства Российской Федерации в Сингапуре, и Сергея Евгеньевича, это представителя Российско-Сингапурского делового совета. Вместе с ними с сингапурской стороны организовали со своей стороны это мероприятие, и, естественно, без их поддержки, наверное, может быть, получилось, но не в таком интересном формате, как сегодня. Поэтому спасибо большое коллегам. И по поводу мероприятия. Хотелось бы отдельно уделить ему внимание, сказать, что цель Русского дома это как раз популяризация Российской Федерации в любой стране, в данном случае в Сингапуре, России в части науки, культуры, образования. И как раз-таки для нас ваше мероприятие является очень мощным инструментом. Я бы даже, наверное, отметил визитные карточки. Учитывая, что Русский дом относительно недавно присутствует в Сингапуре, то, конечно же, этот инструментарий мы только собираем. И учитывая, что мы популяризируем и предлагаем сингапурской аудитории российское образование, обучение русскому языку, мы должны всегда понимать, что русский язык не является в данном случае какой-то самоцелью. Он нужен для чего-то. Либо уметь читать классику, либо разбираться в каких-то научных достижениях, как раз-таки, которые вы и представляете. Именно ваши достижения, а учитывая, что Сингапур – страна очень маленькая, очень активная, и они не тратят очень много времени на процесс, им нужен результат. И как раз благодаря вашему фонду мы можем им очень оперативно показать результат. То есть сначала мы показываем результат достижения Российской Федерации в области науки и образований. И демонстрируя этот результат, мы можем уже предлагать и изучение русского языка, чтобы еще больше понять о этих достижениях, и, естественно, соответствующие образования по профилям направлений тех или иных вузов. Поэтому ваше мероприятие, особенно для нашего русского дома в Сингапуре, является важным, как я сказал, визитной карточкой. Я знаю, что среди участников есть и представители научного центра Сингапура, который тоже выражает большое желание участвовать в наших совместных мероприятиях. И им становится все больше и больше интересно узнавать о России с точки зрения науки. И, скажем так, есть даже уже планы прорабатываются по организации первых контактов наших Академий наук, где может быть выстроен интересный научно-культурный и образовательный мост между нашими странами. И, конечно же, еще раз поблагодарить фонд за организацию такого интересного мероприятия. Это действительно необходимо и нам, представителям Российской Федерации, для того, чтобы еще больше с уверенностью представлять интересы. Ну и, конечно же, Сингапуру, чтобы с этим знакомиться. Поэтому не буду долго задерживать. Ждем интересную информацию о достижениях. О всем участникам конференции хочу пожелать успехов и, конечно же, тоже насладиться сегодняшним мероприятием. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Но я уверен, что образовательные учреждения будут к вам после этого мероприятия более активно обращаться, тем более, что у нас и квоты повысились, есть возможности сотрудничать и по научной сфере. И, конечно, это радует, что мы можем как-то повлиять и сделать что-то для того, чтобы наши отношения укреплялись, развивались. Очень приятно, что это вовремя. Очень приятно, что это год науки и технологий. Мы с этим, конечно, очень хорошо работаем. Говорилось до этого по поводу того, чтобы создавать высокотехнологичный продукт и именно его преподносить. Так вот сегодня именно об использовании этих продуктов и с интереснейшим докладом, который, я уверен, будет интересен не только мне, а и всем. Я просто не знаю немножечко о теме этого. Представляет Екатерина Михайловна Астафьева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, ученый-секретарь Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане и исполнительный директор Ассоциации Южно-Тихианского региона. «Цифровые технологии на службе государства. Перспективы реализации опыта Сингапура в России». Давайте послушаем. Большое спасибо, Николай Николаевич, за то, как вы меня прекрасно представили. Хочу всех поприветствовать, участников конференции от имени Института Востоковедения Российской Академии Наук. Ну и, собственно, в своем кратком выступлении мне хотелось бы рассказать о том положительном опыте, который России удалось, уже удалось, перенять у Сингапура и, собственно, представляется, как представляется, довольно успешно реализовать. Немножко истории. Значит, в ноябре 2009 года президент России Дмитрий Медведев, он посетил Сингапур с официальным визитом. И там ему была представлена презентация проекта электронного правительства. Глава государства признался, что презентация превзошла все его ожидания, и он отметил, что и в России ведется работа по аналогичному проекту. При этом у нас проект называется «Электронное правительство», а в Сингапуре «Электронный гражданин». И, как заметил Дмитрий Медведев, это важная разница в менталитете, в подходах. Что хочется отметить, да, это замечание было взято на заметку российскими IT-разработчиками. И именно по пути создания электронной инфраструктуры для нужд граждан и пошло развитие портала государственных услуг города Москвы. В этом году портал Госуслуг Москвы отмечает свое десятилетие. Именно Москва первой в России стала оказывать государственные услуги онлайн. В настоящее время москвичам на портале МОС.РУ доступно более 380 услуг и сервисов. Сегодня это один из крупнейших в мире городских порталов. Его услугами и сервисами пользуются 14 миллионов человек. На портале МОС.РУ можно решить практически любой вопрос от записи к врачу до оплаты любых счетов. Если в начале запуска этого портала в 2011 году было зафиксировано лишь 899 тысяч обращений к услугам, то в нынешнем году, вот уже на сегодняшний момент, это число составило 936 миллионов. За 10 лет этот портал превратился в полноценную надежную цифровую экосистему. Ядром которой стал, собственно, портал мэра Москвы МОС.РУ В конце 2018 года было запущено официальное мобильное приложение Моя Москва. И в октябре прошлого года это приложение стало серебряным призером международного конкурса Всемирной организации умных и устойчивых городов ВИГО Smart Sustainable City Awards в номинации эффективность правительства. Эта премия присуждается лучшим проектом в сфере электронного управления. Еще о достижении, хотелось бы сказать. В конце мая этого года московские сервисы получили награду German Innovation Awards. Этой премией ежегодно отмечают перспективные решения из разных стран, которые демонстрируют потенциал к устойчивому развитию и создают дополнительную ценность для потребителей продуктов и услуг. Сразу две премии получила платформа Московского инновационного кластера. Ее отметили в основной номинации IT-услоги для бизнеса и дополнительное дизайн-мышление. Уникальная цифровая платформа iMoscow объединяет инновационную инфраструктуру города и ее пользователей. Ну, это, собственно, бизнес, промышленные предприятия и научные организации. На этой платформе собраны необходимые инструменты и сервисы для создания и развития инновационных проектов. От электронной подачи заявок на меры поддержки и до подбора площадок для тестирования продукта. Благотворительный сервис портала Мосру, Московский госуслуг, вошел в число победителей в категории информационной технологии. Он стал первым примером прямой интеграции некоммерческих организаций в официальный портал органов власти. за время существования этого сервиса москвичами было пожертвовано более 10 миллионов рублей. Ранее Московский благотворительный сервис стал лауреатом международной премии Big Innovation Awards, которую вручают за воплощение в жизнь инновационных решений, оказывающих большое влияние на общество. Одним из лучших умных сервисов для жизни в городе это в категории Smart Living жюри German Innovation признала проект направленный на сокращение потребления воды в Москве. Вот из последних новостей буквально очень свежих 28 октября соответственно этого года Москва во второй раз вошла в топ 7 самых умных городов мира по рейтингу и Challenged Community Awards. Эксперты отметили достижение столицы в области развития и использования связи, участие жителей в городском управлении, подготовке специалистов в IT-сфере, повышение цифровой грамотности, а также поддержки внедрения инноваций. Что хотелось бы в заключении сказать. Безусловно Москва это не вся Россия, но для столичного города являющегося центром образования науки и инноваций развитие онлайн сервисов это необходимые условия успеха. И как представляется, нам в России надо тщательно изучать опыт Сингапура в сфере внедрения IT-технологий в различные сферы. И собственно с учетом специфики России внедрять этот опыт. Как показывает пример портала госуслуг Москвы, это выполнимо. и учитывая высокий уровень подготовки специалистов в сфере программирования в нашей стране, мы это сможем сделать. Большое спасибо за предоставленную возможность выступить. Николай Николаевич. Спасибо. Большое спасибо. Действительно очень интересно такое количество людей, которые пользуются. Ну и приятно понимать, что уже сотрудничество имеет прикладное значение. Теперь я думаю, что по нашим достижениям могут в Сингапуре посмотреть, по каким же достижениям они могут опираться на наш опыт. И соответственно совместным образом все это дело развивать. Уверен, что мы найдем точки соприкосновения. И мне приятно сейчас представить Дальневосточный федеральный университет, точнее представит его Володькина Анна Евгеньевна. Она расскажет о том, как поступать заведующей сектором привлечения иностранных студентов. Вот, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо. Всем здравствуйте еще раз. Сегодня я хочу рассказать вам о Дальневосточном федеральном университете, о студенческой жизни и о городе Владивосток. ДВФу является одним из ведущих российских вузов, расположенным в Азиатско-тификанском регионе. Наш университет является центром международного сотрудничества со многими странами мира. В настоящее время в ДВФу обучается около трех с половиной тысяч иностранных студентов из 74 стран. Мы можем гордиться как нашими иностранными, так и российскими преподавателями, имеющими опыт работы на мировом уровне. На сегодняшний день у нас представлено более трехсот образовательных программ как на русском, так и ангельском языках. Наш университет состоит из 11 школ и институтов. Это институт математики и компьютерных технологий, школа медицины, политехнический институт, институт наук о жизни и биомедицины, институт наукоюмки технологий и передовых материалов, школа экономики и менеджмента, восточный институт, школа искусств и гуманитарных наук, институт мирового океана, юридическая школа и школа педагогики. Если вы хотите поступить на русскоязычную программу, но не очень хорошо владеете русским языком, то ДУФУ предлагает иностранным гражданам курсы русского языка и культуры. Также студенты ДУФУ имеют возможность принять участие в программе обменов и поехать в университет-партнер на семестр либо год бесплатно. Представлены такие направления, как Европа, Япония, Республика Корея, Китай и другие. ДУФУ предлагает студентам много возможностей для участия в творчестве, спорте и общественной деятельности. На кампусе есть три спортивных здания, спортивный зал, большой стадион, баскетбольные, волейбольные и теннисные площадки. Студенты часто принимают участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях. Для развития творческих навыков ДУФУ имеется более 20 вокальных, танцевальных, инструментальных и студенческих клубов. Творческие коллективы открыты для талантливых иностранных студентов. Свой вклад в формирование благоприятной международной среды в ДУФУ вносит ассоциация российских и иностранных студентов, благодаря которой обучающиеся ДУФУ задействованы во всех международных мероприятиях. Студенты нашего университета активно участвуют в волонтерской деятельности. Кампус расположен на острове Русский, который связан с Владивостоком с помощью моста, поэтому студенты ДУФУ наслаждаются видом на море каждый день. Для отдыха студентов на территории кампуса расположена большая лесопарковая зона, а также набережная и пляж. Студенты ДУФУ проживают в общежитиях на кампусе, в которых имеется бесплатный Wi-Fi, отдельный санузел, необходимая мебель. Студенты проживают в основном в двух местных номерах. Также на кампусе есть несколько кафе, столовых и ресторанов, предлагающие блюда русской, азианской, европейской и американской кухонь. Владивосток – это портовый город на российском Дальнем Востоке, который является столицей Киморского края. Владивосток – это не только город-порт, но и город-портал, который перемещает туристов в нужные ему измерения. Для жителей западной части России – это ворота в Азию, а для жителей Азии – это ближайший европейский город. National Geographic включил Владивосток в рейтинг самых красивых морских городов мира. Город окружен морем с трех сторон, разрушается на сопках и простирается морскую даль на десятки островов. Все иностранные абитуриенты, поступающие в ДУФУ, имеют право подать заявку на получение квоты обучения в правительство Российской Федерации. Квоту можно получить на обучение по программам бакалавриата и специалитета, магистратуры и аспирантуры. Также ДУФУ приглашает талантливых студентов принять участие в Международной Олимпиаде, Open Doors, Russian scholarship project. Бакалавриат в России – это первый уровень высшего образования, который является базовым и длится 4 года. Чтобы поступить, необходимо подготовить полный пакет документов и успешно сдать вступительные испытания университета. Список предоставлен на сайте, на данном слайде. Что касается магистратуры, то здесь есть некое отличие. Здесь не нужно сдавать традиционный экзамен. Вместо этого у нас организован конкурс «Портфолио». Список также на данном слайде. Вы можете обращаться к нам, используя удобные мессенджеры. Спасибо всем, до новых встреч. Большое спасибо за ваше выступление. Прекрасно и очень интересно. Я хочу представить Казанский федеральный университет. Они выступают сразу же втроем. Елена Владимировна Денисенко, Эльза Ильдаровна Баширова и Ильгиз Мунабирович, прошу прощения, Розебдинов. Пожалуйста, вам слово. Но вы помните, что вы втроем, а пять минут на троих. Спасибо большое. Институт дизайна и пространственных искусств. Это один из старейших университетов. Он был основан в 1804 году императором Александром I. Если говорить о выдающихся людях, которые учились и были у нас в университете, их можно увидеть на слайде. Это один из важнейших университетов в России. Он занимает лидирующие позиции в сфере высшего образования. У нас 16 институтов и факультетов, и также два филиала, расположенных в Татарстане. Приоритетное направление международных отношений. Следующее. Международное академическое сотрудничество, участие в международных программах, партнерские отношения с иностранными институтами и университетами. Следует отметить, что дружественные связи между КФО и рядом университетов были уже установлены, и есть среди них институты в Сингапуре. Мы развиваемся как центр культуры, науки в сфере архитектурного дела, искусства и дизайна. Институт дизайна и процедурных искусств – это молодой институт. У него много потенциала и амбиции для развития образовательных мероприятий. Мы состоим из семи подразделений, школ и центров и восьми лабораторий. Обучающий курс состоит из программ бакалавра и магистратуры. На этом слайде можно увидеть примеры нашей работы в сфере дизайна. В нашем институте мы работаем не только со студентами, но и с детьми, нашими дальнейшими заявителями на программы обучения. У нас есть школа искусств для детей, где школьники, подростки могут развивать свои творческие мышления, свои творческие навыки для дальнейшего их использования в дальнейшей профессии и в ежедневной жизни. Наша основная цель – развивать творческие навыки и дать представление о разнообразии творческих профессий. У нас есть несколько программ для детей разного возраста. Основная программа для самых младших участников. У нас есть также программа «Капитель» для самых младших школьников, для учащихся в средней школе программа «Золотое сечение» и направление «Модулер» для старших школьников. Для того, чтобы подать заявление, заявитель должен сдать вступительный экзамен. По изобразителям искусства, чтобы подготовить наших дальнейших студентов, мы предлагаем подготовительные курсы в формате онлайн и в формате оффлайн. Таким образом, студенты из других городов и стран тоже имеют равные возможности. Школа искусств для детей, основная ее идея – это непрерывное творческое образование. Культурные мероприятия, студенческие концерты, фестивали и многое другое. Для этого есть все самое необходимое. В институте организуются специальные мероприятия, где большой акцент делается на нашей индивидуальность. Мероприятия, которые помогут стать студентам в востребовании специалистами, дизайнерами и архитектами. Одно из ярких мероприятий – это фестиваль пространства и искусств, в рамках которого на протяжении практически двух недель студенты слушают лекции от известных российских дизайнеров и архитекторов, участвуют в интернетуальных играх, исследуют город совместно с преподавателями. В этом году был создан арт-отряд. Студенты с первых дней обучения получают навыки на практике, разрабатывают дизайн-проекты оформления помещений института и общежитий, а затем выходят на объект и реализуют их. Для иногородних студентов есть общежития, отдельные корпуса центра города и целостуденческий город, в деревне универсиады. Для жизни и учебы есть все самое необходимое. Мы понимаем, насколько важно уделять спорту внимание. Рядом с нашим институтом находится современный спортивный комплекс Москва. Спасибо всем за внимание. На экране наши контакты. Добро пожаловать в наших социальных сетях. Спасибо. Действительно, спасибо. Кстати говоря, мы представлены в социальных сетях, и по хэштегу можно будет нас найти. Это маяк российских достижений, как на русском, так и на английском. Ваш вуз, конечно, тоже можно будет найти, я так понимаю, по хэштегу во время наших мероприятий. Поэтому ставьте хэштег этот, и мы можем по итогу мероприятия сразу же всех увидеть. Я хочу представить из Санкт-Петербурга ведущего специалиста отдела организации приема иностранных граждан Санкт-Петербургский государственный университет, один из старейших, Наталья Сергеевна Оргова. Пожалуйста, вам слово. Добрый день. Сегодня я хочу вкратце рассказать о Санкт-Петербургском государственном университете. Итак, наш университет расположен в культурной столице России, городе Санкт-Петербурге. Это город с богатой историей и культурой. Существует множество мифов о поступлении в университет, и один из самых главных – это миф о сложности поступления. Тут стоит отметить, что наш университет произнает национальные документы об образовании. Весь процесс поступления проходит в онлайн-формате, и вы можете его осуществить из любой точки мира. Также есть возможность поступления на бюджетные места. В Санкт-Петербурге существует ряд льгот для студентов. Всем иностранным студентам предоставляется общежитие в случае необходимости, а также университет оказывает визовую поддержку. Санкт-Петербургский государственный университет является одним из ведущих образовательных и научных центров России. На данный момент у нас реализуются гибкие программы обучения. Каждый обучающийся может принимать. В университете функционирует научный парк. Также университет представляет широкие возможности для самореализации студентов путем прохождения различных стажировок, программ обмена, участия в общественной, культурной, конечно же, научной деятельности. Также университет активно сотрудничает с работодателями, проводятся дни карьеры, существует карьерный центр, и работодатели включены в составление и реализацию образовательных программ. В университете функционирует ресурсный центр по основным областям исследований, проводимых университетом. Проходит множество студенческих мероприятий. В университете реализуются как основные образовательные программы по всем основным областям знаний, они представлены на слайде. Также у университета существует ряд онлайн-курсов, представленных на платформах открытое образование и Курсера. Университет принимает участие в летних школах, существуют языковые курсы, также программы обмена. Основной язык реализации образовательных программ в университете – это русский язык. Также существует ряд программ на английском языке, а также на французском, немецком, испанском и итальянском языках. Для тех будущих студентов, которые пока что не знают русского языка или знают его недостаточно, существует возможность обучения на подготовительном отделении. Также проводится множество интеллектуальных соревнований для студентов, информация о них представлена на слайдах. Если мы говорим о поступлении в наш университет, то поступление возможно как на бюджетные места, так и на договорные места. На слайде также поставлен сайт с информацией о приеме. Если мы говорим о поступлении на бюджетные места, стоит отметить, что в целом поступление в университет проходит на основании конкурса документов в портфолио. То есть это единственное вступительное испытание. В этом году прием заявлений у нас уже начался на бюджетную основу обучения. Он начался 15 ноября и подлится он до 28 февраля. Список необходимых документов вы можете увидеть на слайде. Если мы говорим о поступлении на договорную основу обучения, список документов немножко отличается. Он также представлен на слайде. Также форма вступительного испытания это конкурс документов в портфолио. Обращаю внимание, что отличаются даты подачи документов. Подача документов начнется 7 февраля и продлится до 17 июня. На данном слайде представлены наши контакты. Вы всегда можете обратиться в комиссию по приему иностранных граждан по всем интересующим вас вопросам. Также на слайде представлены контакты для тех, кто интересуется программами обмена и различными олимпиадами. Благодарю вас за возможность выступления. Спасибо. Большое спасибо, Санкт-Петербург. И Наталья Сергеевна, большое спасибо за краткий интереснейший доклад. Я хочу представить Уральский университет. И его мы представляем нашими давними уже коллегами, которые уже на нашей площадке выступали не раз прекраснейшим образом. И секундочку, буквально мне надо уточнить. Да, Сергей Александрович, сегодня Зарянский, специалист в Центре международной и студенческой мобильности и рекрутинга. Пожалуйста, Уральский федеральный университет, вам слово. Здравствуйте, уважаемые слушатели нашей конференции. Я вас попрошу воспользоваться возможностью перевода и прослушать перевод на английском, поскольку выступать в ровно на этом языке, в том числе для тех, кто нас посмотрит после, в записи, может быть. Ну и в том числе, чтобы как-то потренировать наш общий английский. Я Сергей Зарянский от имени Уральского федерального университета. Я всех приветствую. Я хотела бы поблагодарить организаторов этой конференции, особенно фонд Микмоха Маклая, за возможность представить наш университет. И предлагаю начать. О чем я буду сегодня говорить? Как вы видите, тема моего выступления, почему выбирать следует Уральский федеральный университет. Если говорить кратко, то университет – это отличная образовательная площадка. Она предоставляет возможности для дальнейшего трудоустройства международной студенческой мобильности. И, конечно же, это комфортабельная и безопасная жизнь в многокультурном университете. Уральский федеральный университет расположен в четвертом крупнейшем городе России. Это научный, промышленный, административный центр Урала – Екатеринбург. Город расположен на границе Европы и Азии, прямо в сердце России. В связи с уникальной идентичностью, город был выбран как город, где проводились всемирные летние университеты в 2023 году. Наш университет поможет Екатеринбургу и является одним из организаторов универсиады. Мы являемся международным исследовательским образовательным хабом. 36 тысяч студентов у нас проживают. Более 4,5 из них – это граждане 110 иностранных государств. Почему мы так популярны? У нас более 450 образовательных программ, которые предоставляются на английском и русском языке. И у нас около 200 иностранных экспертов работают в нашем университете. Мы на международном уровне признаны как академический центр высшего образования. Мы занимаем 351-ю позицию в рейтинге по акварели. И также мы занимаем 5-6 позиции в рейтинге академических институтов России, в рейтинге Шанхая. Отсутствие языковых навыков по-прежнему остается серьезной проблемой в сфере образования в мире. Именно поэтому Уральский федеральный университет предлагает подготовительные курсы для всех, кто хочет изучать русский язык. По завершении курса студенты сдают тест по русскому языку как иностранному. И это дает возможность учиться в университетах в России и также в самом Уральском федеральном университете. Мы понимаем, что многим трудно учить иностранный язык, особенно такой сложный, как русский язык. Поэтому мы предлагаем 14 магистрских программ на английском языке. Информацию об этих программах можно увидеть на слайде. В связи с пандемией COVID-19, международным студентам стало трудно приезжать в Россию. Но не переживайте, в Уральском федеральном университете вы сможете проходить обучение в формате онлайн. Также следует отметить, одна из наших целей – это технологическое научное развитие России и всего мира. Именно поэтому Уральский федеральный университет является офисом всемирного класса уральских межрегиональных исследований. Это образовательный центр. И, конечно же, в наших экспериментах проводят эксперименты. И молодые изобретатели, ученые, в основном это студенты нашего университета. Многие из них учатся на программе аспирантуры, имеют легкий доступ к передовым технологиям, возможностям коммуникации. Сейчас это, пожалуй, самое главное. И последнее. Необходимо отметить, что Уральский федеральный университет имеет возможность размещать более 7,5 тысяч студентов в 16 общежитиях. Они расположены в центре Екатеринбурга, вблизи культурных, спортивных и других объектов. Наверняка у вас остается вопрос, как студенты проводят свое свободное время. Сказать, что их студенческая жизнь насыщена, это ничего не сказать. Более 200 мероприятий спортивных, социальных, культурных проводятся ежегодно в течение года. Для новичков у нас также есть адаптационный центр, который позволит студентам со всего мира почувствовать себя как дома. Почему же следует выбрать им на Уральский федеральный университет? Я лично не вижу никаких причин это не сделать. Но, конечно, выбор остается за вами. Уральский федеральный университет – это академический университет. Он укрепляет связи с иностранными организациями, университетами со всего мира. Наш университет – это отличная возможность для проведения исследований. И мы будем вас у нас ждать. Подписывайтесь на нас в Facebook и Instagram. Переходите на наш официальный сайт, который переведен на шесть языков. И станьте частью яркой, насыщенной жизни нашего университета. Пожалуйста. Большое вам спасибо. И сегодня у нас есть некоторое время для того, чтобы поделиться впечатлениями и задать друг другу вопросы. Во-первых, я хотел все-таки, пользуясь случаем, поскольку сегодня я два слова представлял Миклуха Макая, отправить ссылку на онлайн-музей Миклуха Макая. Мы говорим же о технологиях, о возможности онлайна. И поэтому Евгений сейчас отправит. И, может быть, вы оцените, посмотрите. Там есть некоторые очень интересные статьи, в том числе о посещении Сингапура. Я хотел бы дать слово Софии Евгеньевне Поле. Я знаю, что у нее есть некоторые комментарии по сегодняшним докладам. И, возможно, это будет интересно. Плюс к этому она еще и представляет ассоциацию. Не только она, но и она имеет право об этом говорить, потому что очень серьезный вклад внесла в ее создание и работу. София Евгеньевна, можно вам дать слово буквально? Да, огромное спасибо. Снова очень рада видеть тех, кого уже знаю. И тех, кого не знаю, еще больше... О, Соня, звук. Звук? Нет, нет, Офигена, слышим вас все нормально. Видим мы просто где-то технически срываем. И звук великолепный, и вид великолепный у вас, как всегда. Да, у нас, как всегда, у нас солнечное океание. Потому что я сама, конечно же, еще раз напомню, занимаюсь океанией. И могу сказать, что развитие связи с Сингапуром напрямую влияет на развитие связи с таким интересным государством, как Фиджи. А Фиджи на самом деле берет пример полностью с Сингапура. Почему? Потому что на Фидже очень сложная демографическая ситуация. Там половина жителей местные фиджейцы коренные, а половина жителей индийцы. Следовательно, там бывают жесткие такие даже вооруженные конфликты. Там были государственные перевороты и так далее. И пример Сингапура, который представляет собой лучший вариант нации строительства. Когда очень много людей смешано вместе, тем не менее они сосуществуют в рамках благополучия и организовали себе мирное сосуществование. Следовательно, Фиджи очень заинтересована в том, чтобы взять пример с Сингапура. И это ему удается, это государство. Кроме того, там существует очень серьезное взаимодействие на уровне медицины. Сингапур помогает Фидже медицинскими препаратами, обучает персонал и так далее. И у них теперь есть прямые перелеты. Можно летать из Сингапура на Фиджи, правда, 14 тысяч километров. Это даже еще дольше, чем между Москвой и Нью-Йорком, на 4 тысячи дольше. Тем не менее преодолевается это расстояние за 10 часов. И таким образом мы можем летать в Сингапур и Сингапура напрямую на Фиджи. То есть у нас укоротилось, в принципе, время прибытия в эту удивительную далекую страну. И можно даже решить таким образом часть визовых вопросов. И хотела сказать, что когда самолеты еще не летали, а плавали только корабли, в Сингапуре побывал не только наш великий ученый Николай Николаевич Миклуха Маклай в 1880-х годах, но и известнейший в конце 19 века, на стыке 19-20 в 1901 году в Сингапур прибыл замечательный художник Василий Берещагин. Он у нас очень известный художник. Он прибыл в Сингапур и оставил интересные сведения об этом острове, государстве. Тогда еще, конечно, не совсем, но, тем не менее, он описал там ситуацию. Тогда это была, конечно, британская колония. И он рассказал о том, что немцы делают вид, что они британцы, и берут себе фальшивые британские имена и организуют там бизнес. И уже подмяли под себя основной бизнес в Сингапуре. Но самыми трудолюбивыми там были даже не немцы, а китайцы. И он рассказал о том, что, наш великий художник Верещагин, о том, что китайцы работали не покладая рук день и ночь. И, следовательно, нам, россиянам, полезно брать пример с такой работящей стороны. Я надеюсь, что сотрудничество будет развиваться вновь. И я очень рада видеть представителей высшего круга. И огромное спасибо, Николай Николаевич, за эту конференцию, за возможность выступить и напомнить о том, что у нас связи долгие, длительные, очень серьезные. И я надеюсь, будут развиваться дальше. Большое спасибо. Да, спасибо большое. Ну, мы сейчас вот благодаря ассоциации, вообще налаживая научный, межкультурный диалог, я думаю, что сможем еще и подготовить ряд материалов, которые могут лечь в основу того, чтобы знать об истории связей между Сингапуром. Конечно, она известна абсолютно, но некоторые яркие моменты, тоже детали иногда, когда их описываешь, становятся многим вкуснее, интереснее, и ты начинаешь понимать какие-то те вещи, которые ранее были непонятны. Если есть какие-то вопросы, друзья, у нас есть буквально пару минут. И я также попросил Евгению поделиться видео. Видео на наши достижения, потому что это очень удобный формат, который можете сейчас, подписавшись на этот ресурс, смотреть в режиме онлайн или просто с кем-то поделиться. Кстати говоря, большая просьба среди наших образовательных учреждений тоже поделиться, может быть, этим проектом среди студентов, потому что не только это для наших зарубежных коллег, все-таки и для нас тоже. Потому что мы очень много что открыли, готовя этот проект, и увидели, что, оказывается, для россиян тоже исключительно интересно узнать о наших достижениях, абсолютно разносторонних и важных. Если есть какие-то комментарии, я должен объявить еще одну минуту на эти комментарии, и дальше мы тогда закрываем нашу конференцию. Все. Тогда я искренне благодарю вас за то время, каждого из вас, потому что мы сделали очень важное дело совместным образом. Я уверен, что мы, отправив эту видеозапись для тех коллег, которые технически не смогли подключиться, дадим им возможность обогатить себя знаниями и узнать о возможных контактах. Ну, а как я сказал уже, в течение двух дней вы можете отправить на наш общий адрес, Евгений, отправьте, пожалуйста, нам по ссылочке вот сейчас, дополнительную информацию, которую вы хотели бы, чтобы она была размещена, в той рассылке более чем на 150 человек, которые у нас зарегистрированы для этой конференции. И, соответственно, мы смогли бы это все дело отправить. Еще раз большое спасибо Сингапуру, большое спасибо всем образовательным учреждениям. Нас объединило сейчас много часовых поясов научным. Будем тогда продолжать развивать этот проект. Следующее путешествие у нас буквально через несколько дней. Следите за нами в социальных сетях, как говорится, и до новых встреч в эфире. Большое спасибо.